Я рад, что прошли дальше и продолжаю участвовать в Кубке Деоруссии, что посмотрел ребят, самое важное, кто в каком состоянии, потому что много новичков, они все еще готовы, не все в одинаково физической готовности, кто-то после травмы. Понятно, что у этого состава не было такой сыгранности, мы уже что-то не первый раз играли вместе, в начале были такие большие опоры, определенные повреждения, но считаю, в целом, как ребята не доволен, посмотрел, на чем надо работать, потом в чем прибавлять, и в целом получил достаточно много информации. Сергей Таревич, как можете оценить дебют Дмитрия Антелевского? Что так вдруг за тебя радует? Ну, дебют Дмитрия, он очень много старался, он искал мяч, много двигался, вот, но потенциал у парня очень хороший, но надо еще работать, потому что вижу, что пока не понимает наши требования, но это он на одну тренировку, только пойду, но материал хороший, будут меня слышать, все получится. Добрый день, Сергей, Наталья, Белсад, у меня сразу два вопроса. Скажите, пожалуйста, то, что вы изменили, так было, по составу, это все-таки передвижка перед «Зенитом» для ребят? Ну, мне надо проверить, вы изменили практически, только на замену Корзун вышел, и Ролл Хвощинский вышел на замену, вот, а так больше никто не играл, все ребята готовятся к «Зениту», для нас очень важный матч. Ну, с другой стороны, мне надо, опять же, я повторяюсь, надо было проверить всю нашу работу, кто на что гораздо, и кто нас может усилить до ближайших матчей. И второй вопрос. Матч с «Зенитом» собрал огромное количество людей, да, сегодня, наверное, даже 10% не было. Недосадно ли играть, недосадно ли видеть этого трибуна? Ну, пока не снижение, то, наверное. И, наверное, ну, знаете, когда включили освещение, то совсем по-любому стал футбол восприниматься, и даже скорость, мне кажется, концернилась, то есть совсем другая атмосфера стала на стадионе, как только включили в освещение. Мне кажется, приятнее играть на этом стадионе будут всегда со светом. Спасибо. Ещё вопросы? Дима Клёвина, «Корсомольская правда», а Гаврилович и Требосович уже адаптировались под схему техническую и перейти в зал? Ну, в коллективе адаптировались, а по моим требованиям еще есть много шероховатостей, которые надо будет убирать. Это такой процесс не одного дня. Есть ребята, которые быстрее схватывают, вот, тоже поздно пришло, он как бы всю жизнь играл, то есть вопросов никаких с адаптацией не произошло. Вот, с этими ребятами еще, потому что у каждого тренера свои требования, вот, и не так просто сразу перескорить. Ну, в целом, да, старались, но есть еще потенциал, есть на 1-2. Я вижу, на чем надо работать и будем пытаться искоренять эти пробелы. Ну, опять же, я могу прямо сказать, что любая игра, это не тренировка. То, что получается на тренировке, я вижу, что в игре уже не хватает. Ну, знаете, у меня нападающий, вот, здесь у меня постоянно идет ротация. То есть я смотрю в том, кто, 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 кто. В таком состоянии у меня нету там основной нападающей. Вы сами видели, Фил Иванов буквально там, сколько, только сейчас стал выходить, как бы, с первых минут, правильно. Будет лучше выглядеть Макас, будет играть Макас. Есть игры, где более полезен Иванов, есть игры, где более полезен Макас. Поэтому тут уже стратегия, тактика для большинства.